Уважаемый Сергей Кужугетович, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, Московская конференция по международной безопасности стала традицией. Уже в пятый раз она собирает представительный состав участников, позволяя провести профессиональное глубокое обсуждение вызовов глобальной и региональной безопасности. К сожалению, оценка здоровья современного мира, которую дают политики и эксперты, год от года не становится более обнадеживающей. Скорее наоборот, пока не удается преодолеть тенденцию нарастания конфликтного потенциала в международных отношениях, механизмы преодоления кризисов пробуксовывают, процессы дестабилизации охватывают регионы, еще недавно считавшиеся вполне благополучными. В этой обстановке Россия не устает призывать к серьезному разговору, ориентированному на решение стратегических, общих для всех задач. Рассчитываем, что дискуссии на этой площадке будут проникнуты именно таким духом. Насыщенная повестка дня конференции охватывает различные регионы, от Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского пространства. Однако в центр внимания закономерно поставлена проблема международного терроризма. Ведь достигшие беспрецедентного масштаба действий террористов, направленные против всей человеческой цивилизации, представляют собой системный вызов миропорядку, основанному на международном праве и нормах цивилизованного поведения. Несколько месяцев назад радикалы в Сирии и Ираке оказались недопустимо близко от захвата крупной ближневосточной столицы, что дало бы им возможность продвинуться сразу на несколько ходов утопической, но от этого не менее разрушительной цели создания всемирного халифата, основанного на экстремистской идеологии и средневековых формах общественной организации. Ясным пониманием необходимости не допустить подобного развития событий было продиктовано российское решение направить в Сирию в ответ на обращение руководства этой страны воздушно-космические силы. Россия единственная держава, продемонстрировавшая реализм в сирийском конфликте. Это не мои слова, это слова бывшего премьер-министра Франции Франсуа Виона. Действия ВКС России, скоординированные с правительственными войсками, а затем и с отрядами патриотической оппозиции, позволили серьезно потеснить террористов и способствовали созданию условий для договоренности о прекращении боевых действий, оказании гуманитарной помощи нуждающимся в начале процесса политического урегулирования в Сирии. Это стало возможным в контексте взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами. В этом вопросе был проявлен реализм, по-настоящему ответственный подход. Это позволило не только наладить тесную координацию между военными двух стран, но и выступить в Москве и Вашингтону в роли сопредседателей усилий по преодолению сирийского кризиса. Свой вклад внесли и вносят и другие партнеры, которые входят в состав Международной группы поддержки Сирии. Такая работа по существу представляет собой движение в направлении реализации инициативы создания широкого антитеррористического фронта, с которой президент Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Конечно, впереди еще очень много препятствий. Для того, чтобы справиться с террористической агрессией, а это в любом случае потребует длительного времени и огромных усилий, необходимо до конца проделать работу над ошибками и отказаться от тех действий политических решений, которые столкнули регион Ближнего Востока и Северной Африки на наклонную плоскость общей деградации обстановки с пока еще неясным исходом. Речь о признании, и не только на словах, но и в реальной политике, культурно-цивилизационного многообразия современного мира, право народов самим определять свою судьбу, не руководствуясь навязываемыми извне рецептами и ценностями. Иначе экстремисты и дальше будут вербовать сторонников под свои знамена, представляя насилие в качестве единственного способа отстаивания собственной идентичности для народов, которые не числятся сегодня в первых строчках глобальных рейтингов. Следует также решительно прекратить попытки использования террористических группировок в качестве инструмента в борьбе за позиции в новом региональном балансе сил или для сведения счетов с непонравившимся режимом. Крайне опасно окрашивание конфликтов на Ближнем Востоке в цвета межконфессиональной розни, в том числе с уницко-шиитского противостояния. Очевидно, что ставка на создание моноконфессиональных обществ не только противоречит современным реалиям, но и является рецептом затягивания конфликтов на годы и десятилетия. Надежное урегулирование в любой стране, будь то Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, может быть достигнуто только на инклюзивной основе, при участии всех основных групп населения – этнических, конфессиональных, политических. Исходя из этого, мы продолжаем настаивать на подключении сирийских курдов к переговорам о будущем своей страны в полном соответствии с закрепленной в резолюции 2254 Совета безопасности ООН дорожной картой сирийского урегулирования. Преступная деятельность ИГИЛ и других террористических группировок связана с использованием токсичных химикатов в качестве химического оружия, в том числе полноценных боевых отравляющих веществ. Известно, что террористы получили доступ к соответствующей технической документации, имеют в своем распоряжении мощности по производству химического оружия и привлекают иностранных специалистов. В этой связи в начале марта Россия выдвинула инициативу о разработке в рамках конференции по разоружению Международной конвенции по борьбе с актами химического терроризма. Отмечаем заинтересованную реакцию партнеров. Более того, ряд из них уже предложили расширить возможный охват конвенции, включив в нее также меры по противодействию биологическим террористическим угрозам. Убеждены, что в случае реализации этих идей международное сообщество получит эффективный инструмент противодействия угрозам терроризма, связанным с расползанием оружия массового уничтожения или соответствующих материалов. Россия заинтересована в построении демократического, процветающего Ближнего Востока. Исходим из того, что этой же задачей руководствуются наши международные партнеры. Без сомнения, ее реализации значительно способствовало бы купированию негативной динамики в зоне Палестино-Израильского конфликта и возвращении израильтян и палестинцев за стол переговоров. Россия продолжит усилия в этом направлении, и мы будем продвигать и другие наши идеи, направленные на то, чтобы разрядить обстановку в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. В частности, недавно мы передали соответствующим государствам обновленный вариант концепции обеспечения безопасности в зоне Персидского залива. Нестабильной остается обстановка в целом ряде других регионов, включая Афганистан. Эта страна также испытывает на себе ядовитое воздействие группировки «Исламское государство». Особую роль в отражении вызовов и угроз безопасности, исходящих с афганской территории, мы отводим взаимодействию России с нашими центрально-азиатскими партнерами, Китаем, Индией, Пакистаном по линии региональных структур, в первую очередь Организацией договора коллективной безопасности, а также Шанхайской организацией сотрудничества, где представлены в том или ином качестве и Афганистан, и все его соседи. И я хотел бы приветствовать присутствие в этом зале господина Хамида Корзая, с которым мы вчера провели очень полезную беседу. Глубокая озабоченность вызывает развитие ситуации на Корейском полуострове, упорное игнорирование пхеньянам мнений мирового сообщества, выраженного в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН. Рассчитываем, что северокорейская сторона воздержится от безответственных действий и осознает иллюзорность попыток добиться признания ядерного статуса. Одновременно считаем крайне опасным и контрпродуктивным стремление отдельных государств использовать эту ситуацию как предлог для наращивания своего военного присутствия в Северо-Восточной Азии. Убеждены, что укреплению доверия и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе призвано способствовать созданию надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности, механизмов, основанных на внеблоковых подходах, на принципах уважения международного права, отказа от осуществления или поддержки любых действий, направленных на свержение правительств или подрыв стабильности других государств. В полной мере сохраняет актуальность начатой по инициативе России в рамках Восточно-Азиатских саммитов диалог в интересах формирования надежной, всеобъемлющей, адекватной современной ситуации архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уже состоялось 4 раунда такого диалога с участием всех стран Восточно-Азиатских саммитов. В ходе этих раундов обсуждались идеи России, Китая, Индии, Индонезии. И очередной пятый раунд запланирован на лето этого года. При этом для нас очевидно, что на решительный поворот к оздоровлению обстановки в упомянутых регионах и в мире в целом можно рассчитывать лишь в случае объединения усилий всех ключевых международных игроков. Это звучит как аксиома вроде бы, но действия на основе этой аксиомы вновь и вновь наталкиваются на концепции исключительности, стремления к глобальному лидерству, попытки обеспечения собственной безопасности, своих интересов за счет безопасности и интересов других. Как подтвердило недавнее заседание Совета России и НАТО на уровне послов, которое было проведено по настоятельной просьбе Северо-Аплантического альянса после длительного перерыва, инициированного им же, ситуация в вопросах европейской безопасности остается в тупике. Замечу при этом в скобках, что среди тех проектов практического сотрудничества, которые Северо-Атлантический альянс с легкостью принес в жертву политическим амбициям и заморозил, было и совместное противодействие терроризму. Не могу не согласиться с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в том, что без взаимодействия с нашей страной создать надежную архитектуру безопасности Европы невозможно. Об этом говорят и другие европейские коллеги. Но разве соответствует этой цели то, что делают сегодня западные партнеры? На так называемом восточном фланге НАТО осуществляется непрерывная ротация контингентов США и их союзников, практически ежедневно проводятся учения, формируется новая военная инфраструктура. В совокупности эти шаги, конечно же, противоречат букве и духу основополагающего акта России и НАТО, серьезно меняют военно-политический ландшафт, особенно в северо-восточном регионе Европы, превращая его из наиболее спокойного и стабильного в военном отношении, каким он был еще совсем недавно, в зону повышенной напряженности. Существенным деструктивным фактором, создающим риски для стратегической стабильности, остаются действия США и их союзников в сфере противоракетной обороны, в сфере создания глобальной ПРО. Причем снятие озабоченностей, связанных с иранской ядерной программой, не привело к каким-либо корректировкам этих планов, вопреки тому, что провозглашалось руководством США еще в 2009 году. Новым ударом по региональной и международной стабильности стало бы появление элементов глобальной противоракетной обороны США в северо-восточной Азии, в конкретном плане на Корейском полуострове. На фоне официальных заявлений НАТОвского руководства о необходимости сдерживания России, наращивания сил Альянса вблизи наших границ, странно выглядят предложения западных партнеров о существенном обновлении мер укрепления доверия и безопасности, о повышении уровня транспарентности. Россия, разумеется, не против укрепления доверия по военной линии, но оно должно быть взаимным, учитывающим интересы всех сторон. Для того, чтобы диалог на эту тему был серьезным и продуктивным, необходимо создать соответствующие условия. И одно из ключевых – отказ Запада от антироссийского курса, который осуществляется, кстати, под аккомпанемент заклинаний насчет того, что Россия напрасно видит в НАТО угрозу. Необходимо, наконец, отключить питание мощного генератора напряженности в европейских делах, каким является кризис на Украине. Единственный путь – честно реализовать Минский комплекс мер и, прежде всего, заставить киевские власти выполнить взятые на себя обязательства. Осознание таких действий у наших западных партнеров растет, но пока еще они стесняются говорить об этом громко и публично. Надеюсь, что в своих закрытых контактах с руководством Украины эту линию они стали проводить гораздо более настойчиво. Уважаемые дамы и господа, международные отношения находятся на перепутье. Либо ситуация будет развиваться в направлении расширения пространства хаоса и анархии, либо будет налаживаться коллективная работа по развязыванию конфликтных узлов, по формированию отвечающей реалиям 21 века системы глобального управления. Для этого нужно не вставать в позу, не пытаться никого учить, не навязывать никому свои собственные стандарты, не наказывать никого за свои собственные ошибки, а садиться за честные, открытые переговоры и искать баланс интересов. Отказ от такого взаимоуважительного, честного диалога, попытки перекрывать каналы общения, говорить лишь об отсутствии аргументов, либо о нежелании договариваться и искать разумные компромиссы. Россия твердо выступает за равноправное сотрудничество, будет и далее выполнять все свои обязательства, все, о чем договаривались, и будет действовать ответственно, а там, где нужно, брать на себя инициативу. Спасибо за внимание.